Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня основная серия на проекте Родина, роли плей, центральный округ, мы здесь Кирилл Хапалканов, не забывайте видеть по ним по регистрации, также можете видеть по промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня у нас будет админ будний, но как вы поняли, необычный, потому что, во-первых, я с вебочкой, во-вторых, сейчас как бы маленький онлайн, утро, получается, среда, если я не ошибаюсь, или вторник, что сегодня, среда или вторник, пацаны, я не знаю, я не знаю, поэтому что-то из этого, короче. Админов, я так понял, только два, это я и еще другой администратор четвертого уровня, поэтому сегодня мы последим за игроками, возможно, будем выдавать наказание, возможно, просто никто не будет нарушать, поэтому вот такое вот видео, я думаю, вам такое понравится, потому что давно не было админ будней, тем более с вебкой, поэтому, пожалуйста, возьмите, поставьте лайк, ну и можете подписаться на канал, потому что моя цель это 20 тысяч подписчиков. Итак, давайте сразу идем в рекон, с нуля, я думаю, пойдем, ну и будем смотреть, в принципе, чем занимаются игроки утром, чем вообще они занимаются, что они делают, может быть, кто-то нарушает. Какие-то разборки питерские, пацаны, разборочки питерские, седай. Так, какие-то разборки они хотят сделать. Извините, то, что я не слышал голосовый чат, вы тоже его не слышите, просто, ну, у меня бандиками записывают звук игроков на парковку. Так, а что они на парковке хотят, типа, стрелу сделать или что? Так, на парковку. У него оружие, он что-то... Либо сейчас перестрелка будет, либо просто будет ДМ. Хрен его, короче, знают. Нах, он спрашивает, зачем, типа, на парковку? Наверное, на парковке ЗЗ нету. Ваня, Вадя, репортная. Вадя, беги. Понимаю просто. Вадя, беги. И Вадя пиздует просто. Смотрите, смотрите. В натуре он бежит. Очень дебил. Я бы не бежал бы на его месте, зачем? На счет 3. Так, а что они хотят, постреляться или что? Нихера себе. Они еще плюс сэши, да? Я так понял. Нихера себе, перестрелочка у них. Жестко, конечно. Я попал тупо, пацаны, на перестрелку, понимаете? Прям, прям просто, бля. Это тачеры стрелялись. Но мне кажется, они плюс сэшли. Вроде бы как. Поэтому я бы мог их, конечно, наказать. Но, в принципе, они никому не мешали. Они стрелялись между собой. Поэтому я наказывать никого не буду. Так, 33-й. Иди, давайте за ним посмотрим. Так, это у нас 47-й был, да? Вот, вот этот. Эгета Тачер. Бля, может перезайти, чтобы тоже с микро. Достал оружие. Нихера себе. Бандиты, хулиган, то, бля. Русская мафия. У-у-у. Ладно. Я прикалываюсь, пацаны, кстати. Тут, получается, полицейский едет вместе с бандитом. О, это уже нонер поезда. Это уже нонер поезда, братан. Смотри просто, что он это вытворяет. Смотрите. Опа. По встречке еще. Но этот пацан тоже, в принципе, нарушает. Короче, пацаны. Реально жестко нарушает вот парень на Мерседесе. Да и, в принципе, полицейский тоже по встречке ездит. Хотя мог бы поехать нормально. Вот, он, видите, таранит его. Давайте посидим. Прям, ну, пацан прям жестко нарушает на Мерседесе. Он их первый протаранил, как я увидел. Так, а вот Космос вообще стреляет какого-то хрена по нему. Он же вообще этот, как обычный игрок. Он вообще обычный игрок. Что он делает? Почему он по нему стреляет? Давайте я даже чек припишу. Но он же не полицейский. Ну вот, организация не состоит нигде. Почему он помогает сотруднику полиции? Я, конечно, все понимаю, но... Но это прям жестко. Это прям очень жестко, пацаны. Вот это сегодня контент нормальный вообще, да? Прям очень жесткий контент сегодня, пацаны. Получается. Так, он его подрезал по пингу. Тот сломался. Тот сломался, да, по-моему? Тот сломался от ареста. Бля, ну это, пацаны, очень жестко. Я, конечно, пацаны, все понимаю. Но самое печальное то, что я только что зашел, пересмотрел видео. И получается у меня звук очень тихий на видосе. Я постараюсь с помощью монтажа это исправить. Но там реально... То есть я зашел на стройку, у меня звук стоял на 12% микрофона. Я сейчас на сотку поставил. Бля, надеюсь, что я смогу исправить, чтобы было все по красоте. Потому что, блин, реально очень хороший видос получается. Давайте за ней просто посидим. Чем он вообще будет заниматься? Потому что пацан реально жестко нарушает. И я думаю, его, в принципе, можно было бы наказать. Но я хочу еще за ней посидеть. Возможно, он еще сильнее будет нарушать. И я его накажу по полной программе просто. Ага, пацанчик у нас юзает бах еще. Ну, в принципе, я так тоже делал. Но я администратор, ютубер. Я на НРП-персонаж, поэтому... Ой, пацан прям очень жестко нарушает. По встречке просто катается. Его можно очень жестко наказать. Я думаю, даже на минут 100. Ну, даже больше можно наказать. Поэтому пацан реально прям очень жестко нарушает. Ну, вы сами, в принципе, это видите. Поэтому я хочу за ним еще посидеть. Просто вот до чего просто он дойдет, понимаете? Сейчас он ездит по встречке, таранит, оффается от ареста. О, по встречке обратно поехал. Просто пацан жестко нарушает. Прям очень жестко нарушает. Давайте за ним посидим. Ну, реально, ну, беспредельщик просто. Вот просто беспредельщик, можно так сказать. Поэтому давайте просто за ним будем следить. Будем следить за ситуацией просто, какая происходит. О, по встречке, брат, поехал. Так, пацан реально жёстко нарушает. Давайте его посадим. 35. 200 минут. Нарушение правил. Просто прям жёстко пацан нарушает. Ну, прям очень жёстко нарушает. Поэтому, я думаю, его, в принципе, можно наказать. Интересно, каких. Ну, потом он узнает, в принципе. Ну, пацан реально жёстко. Жёстко нарушал. Я его посадил на 200 минут. Так, мут. 35. 30. Оскорбление. АДМ. Так, выдадим ему мут ещё. За оскорбление администрации. Ну, пацан реально попал. Ну, вы видели просто. Он жёстко по встречке гоняет, срезает. Таранит полицию. Уфаится от ареста. Ну, 200 минут, я думаю, ему как раз будет нормально. У нас тут, короче, персонаж по встречке катается. Я, конечно, понимаю, то, что у него болты и номера. По встречке кататься, конечно, такое себе. Реально, я вижу, он только что, короче, срезал. И это не записал. И вот по встречке поехал. Поэтому, можно, в принципе, его наказать на 15 минут. Слетит, как думаешь. Вряд ли. Это типа бизнес должен слететь. Вот эта пятёрочка. Было бы неплохо, конечно. Последить за слётом. Вот я реально хочу слёт записать, последить. Либо за каптами последить. Но что-то у меня никак не получается попасть в это время, когда это всё происходит. А ну, давайте сейчас банк, короче, импортируемся и посмотрим, слетает ли сейчас что-то или нет. Давайте зайдём посмотрим. Возможно, слетает какой-то дом или бизнес. А вот 71-й бизнес. 9 пайдеев, да? Это, походу, бизнес. Гот ту биз. Давайте пропишем. 71-й. Да, это он. Да, это именно этот бизнес, который будет слетать. Через 9 пайдеев. Поэтому, пацаны, кто смотрит видос, у вас есть возможность слетить этот бизнес. Потому что, скорее всего, я его выложу. То есть, я его выложу где-то и через 2 часа слетит этот бизнес. Пятёрочка, вот. Находится она за ДПС. В Арзамасе. Поэтому, кто желает, можете посмотреть. Поэтому, кто желает, можете пойти и попробовать словить как бы бизнес. Я думаю, это будет, пацаны, неплохо. Короче, пацаны, здесь происходит задержание. И пацанам предлагают 200 тысяч. За то, чтобы его отпустили. Смотрите, он взятку даёт. Он взятку даёт, смотрите. Нихера себе. В натуре он дал взятку и с него снимают ручки. Вот это я вовремя вообще попал, понимаете? Стойте. Сейчас попросят подвезти. Я так и знал просто. Дообэ. Нормально такой. Такси, ебать, полиция просто. Пацан просто 200 тысяч ему передал. Хотя у него какой уровень? 37-й, да? Это вот Стас. У него 37-й уровень. У него на руках 17 миллионов, да? Да, 17 миллионов на руках. И он заплатил 200 тысяч за то, чтобы его отпустили. Чтобы с него просто сняли наручники. Мигалки включи. Нихера себе пацан просто наглый. Понимаете? Заплатил 10 тысяч за то, чтобы его освободили. И ещё попросил подвезти. Ещё команду, знаете? Мигалки включи там. Вот это я просто вовремя попал. Прям очень вовремя попал. Прям просто в точку. Прям вот зашёл в рекон и прям в точку попал просто. Так, вот этот Космос приехал, который помогал полицейскому. Помните? Я ему, кстати, сделал замечание. Я его не стал садить. Я ему просто сделал замечание. Потому что пацан реально очень неадекватно себя вёл, который их таранил. Которого наказал на 200 минут Деморгана. Поэтому я этому пацану просто устное предупреждение сделал и всё. Короче, тут получается Рыжик общается с пацаном. Давайте посмотрим, сколько у пацана денег. 41. Тот спрашивает, типа, сколько ты уже играешь на этом проекте? Там туда-сюда. У него 14 миллионов. И у него есть 3 машины. Ну, вот этого пацанчика. Это Рыжик, видите? Тот просит его подвезти. Этот пацан играет с 12 декабря 2020 года. Тот спрашивает, типа, 2 КК и 5 КК. Он пишет, нет, 14. Я на GTA RP играл 5 лет. Ушёл за GTA RP, короче, на родину. Красавчик, братан. Молодец. Молодец. Респект, уважуха. Ну, GTA RP просто уже, как бы, скатилась. Из-за того, что оттуда ушёл ютубер. Я думаю, вы знаете, какой ютубер оттуда ушёл. И куда он пошёл потом. Поэтому проект GTA RP, как бы, зависел, по сути, от одного ютубера. Который и поднял этот проект. И в итоге, в принципе, когда он ушёл, всё пошло по пизде. Поэтому вот как-то так. Я думаю, в принципе, можно заканчивать видео. Потому что я последил час за игроками. Ровно час я следил за игроками. Показал им самые интересные моменты. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.